Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вчерашние данные по инфляции в Германии стали неприятной неожиданностью и не только для Европы. Стоимость энергоносителей и продуктов питания неумолимо идет вверх в глобальных масштабах. Инфляционные индикаторы растут самыми быстрыми темпами за последние 40-50 лет и требуют от центральных банков самых решительных мер. Свои меры защиты от рисков предпринимают и инвесторы. Давайте посмотрим, какие настроения доминируют на рынках Азии сегодня, в последний день весны, 31 мая. Напомним, что вчера в США был выходной день в связи с празднованием Дня памяти, поэтому американские фондовые рынки начинают торговую неделю сегодня. Получится ли у инвесторов закрепить ралли пятницы? Если учесть, что одним из главных драйверов роста стал отчет о замедлении инфляции, то пятница вполне могла бы повториться и во вторник. Однако, как мы уже не раз смогли убедиться, настроение трейдеров способно измениться в одночасье. Во вторник в азиатскую сессию фьючерсы на американские акции ведут себя разнонаправленно. По индексам NASDAQ и S&P500 наблюдается очень незначительный рост, а Dow Jones, как и японский Nikkei, снижаются. Возможно, объявленное Китаем возвращение Шанхая к нормальной жизни после блокировок от коронавируса повергнет настроение трейдеров в сторону более рискованных активов и валют. Однако неровное движение по акциям в Азии отражает в том числе и вчерашние настроения еврозоны. Потребительские цены в Германии выросли самыми быстрыми темпами за полвека и усилили нервозность рынков. Понятно, что теперь Европейский Центробанк для обуздания галлопирующей инфляции может уже в июле действовать более агрессивно. Да и общие темпы и масштабы повышения процентных ставок в еврозоне должны вырасти. Масло в огонь подлили ястребиные высказывания чиновников РС США Кристофера Уоллера. Он, в частности, заявил, что следует повышать ставку на 50 базисных пунктов столько раз и до тех пор, пока инфляция существенно не упадет. Так что недавнее предположение рынка о том, что после повышения ставок в июне и июле может быть передышка, уже выглядят менее реальными. При таких невиданных десятилетиями цифрах инфляции, которые сейчас накрыли глобальную экономику, быть оптимистом становится все труднее. И пока рынок США на остатках оптимизма инвесторов двигался разнонаправленно, индекс американского доллара успел за ночь упасть до 5-недельного минимума на уровень 101.29. Частичный интерес к безопасной главной валюте ослаб после сообщений о снятии блокировок в Шанхае и восстановлении настроения в сторону риска. Однако опасения инвесторов по поводу роста экономики снова перевели стрелки в сторону безопасности и доллара США. Напомним, что индекс измеряет курс доллара по отношению к 6 аналогам с наибольшим весом евро. А для европейской валюты сегодня неблагоприятный день. Во вторник она несколько уступила американскому партнеру по корзине валют и тем самым дала возможность индексу доллара консолидироваться после двухнедельного ралли снижения. Во вторник в Азии доллар США торгуется достаточно неровно и иллюстрирует нервозность рынка в сложившейся экономической и геополитической ситуации. Внутри дневной диапазон индекса USDX проходит в границах 101.41-101.78. И на момент подготовки этого материала его цена подошла к отметке 101.78. Дорожает доллар США и к японской валюте, которая сегодня тоже, как и евро, оказалась слабее. Однако в целом этот месяц стал для иены самым сильным с июля 2021 года. Учитывая, что чрезмерное укрепление национальной валюты нежелательно для Японии, логично предположить, что в этом месяце в третьей по величине экономики мира не все было благополучно. И это действительно так. За месяц промышленное производство в Японии сократилось с 0,3% до минус 1,3%. В годовом исчислении и того больше с минус 1,7% до минус 4,8%. Например, крупнейший в мире автопроизводитель Toyota за апрель снизил объемы производства более чем на 9%. А тем временем розничные продажи в самой Японии резко выросли в апреле почти на 3%. Как видим, голубиная политика Центробанка Японии тоже не спасает от проблемы. А сильная иена их добавляет. Однако не сегодня. В азиатскую сессию вторника иена дешевеет к доллару США. Когда мы готовили материал, к этому видео цена котировки доллар-иена подошла к отметке 127.94. И в ходе сегодняшних торгов японская иена консолидировалась вслед за долларом в границах внутридневного диапазона между уровнями 127.50 и 128.34. В Австралии прошедший месяц, да и весь квартал в целом, были очень неоднозначными. Страна пережила ширкомасштабное наводнение, федеральные выборы, частичное ослабление китайского рынка главного торгового партнера. Инфляция в стране в первом квартале достигла 20-летнего максимума на уровень 5,1%. А Резервный банк Австралии уже поднял ставки на 25 базисных пунктов и собирается сделать очередное повышение уже на следующей неделе. Что касается австралийского доллара, то ему тоже сегодня пришлось пережить взлеты и падения. Возвращение на рынке настроений риска и подскочившие нефтяные цены укрепили австралийский доллар и подняли его курс к доллару США в район отметки 0,7197. Однако настроения инвесторов сменились на более осторожный, и американец перетянул предпочтение на себя. Поэтому в азиатскую сессию вторника мы наблюдаем, как австралийц продолжает снижаться в границах ценового диапазона 0,7163-0,7204 и торгуется уже на отметке 0,7181. Таковы основные новости азиатской торговой сессии на этот час. Благодарим за внимание и ждем ваших вопросов и комментариев. Подключайтесь к нашему следующему видео и получайте актуальную информацию и аналитику от ИнстаФорекс ТВ. Увидимся!